Как старец Иоанн Крестьянкин лишился работы, обрёл её нечто большее. По образованию Иоанн Крестьянкин, будущий старец Иоанн Крестьянкин был бухгалтером. Воспитывался верующим многодетной семье девять детей. Иоанн был самым младшим. Отец рано умер. В шести лет посещал храм Божий и служил пономарём. В двенадцать лет стал иподиаконом. Иоанн не просто шаблонно выполнял работу, но общался со священниками. Пытался понимать, что к чему, задавал вопросы о жизни, духовной жизни, те, которые он мог задать в этом возрасте. По поводу работы старец Иоанн Крестьянкин потом уже, будучи умудрённым, опытом скажет. Нет плохих работ. Каждая работа важна. К работе надо относиться как к послушанию. И в профессиональном плане быть всегда на должном уровне, а никак не ниже среднего. И ещё вот что. Важно не что делать, но как и во имя кого. Так и относился молодой Иоанн к любой работе. Будь то работа в храме, или работа гражданская. Большое духовное влияние на Иоанна Крестьянкина оказал его духовный пастырь, архиепископ Серафим Остраумов, который был правящим архиереем Орловской епархии с 1917 по 1927 годы. Иоанн Крестьянкин устроился в Орле на работу бухгалтером и относился к работе тщательно и ответственно. Да, только сама работа была очень насыщенной и выматывающей. Ему приходилось работать и день, и ночь, без всякой меры. При этом начальство никогда не было довольное и всё время заставляло. Надо бы ещё поработать. Дошло до того, что работа стала занимать всё время и все заботы молодого Иоанна Крестьянкина. Настолько, что он даже не мог посещать храм, окормляться духовно, что было очень важно для его души. Он понимал, что лишается чего-то очень важного и идёт не в том направлении, не туда. Нарушены не только меры, но и приоритеты. Важного нет. А не особо важный занимает всё его время. Тогда он подошёл к своему начальству и сказал о своём недовольстве. Надеюсь, решите этот вопрос. Вместо понимания встретил упрёк, был непонят в своём желании посещать в свободное время, который теперь у него не было храм, был уволен с работы. Да, мало того. Орёл ведь город не такой большой. Иоанн после этого не мог устроиться ни на какую работу в этом городе. Весточка передалась по цепочке работодателей о нём, как о неблагонадёжном работе в человеке. Шёл 1932 год. Иоанну 22 года. Что делать? Как жить? Иоанн принимает решение уехать из Орла в Москву. Уезжает. И в скором времени находит в Москве хорошую работу. Если в Орле он был обычным бухгалтером, то в Москве устроился главным бухгалтером. Начальство в Орле отнеслось к нему жестоко и несправедливо. Не по-божьему. Он работал усердно и качественно. Но всё это не встретило благодарности, а только упрёки и суровые работы больше. У конторы большие проблемы. Но Господь мудро всего правил. Там, где люди не поймут, Бог поможет. Нашёл Иоанну работу лучше той, что потерял. Работа в Москве не требовала от него такой большой временной отдачи. Он успевал ходить в храм, что было очень важно для его души. В храме познакомился с новыми интересными людьми среди верующих. В дальнейшем старец Иоанн Крестьянкин давал такое на путствие людям. Миром правит только промысл Божий. В этом спасение верующему человеку и в этом сила, чтобы перенести земные скорби. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова